Девушки отдыхают Время на исходе Разлом растет с каждой минутой И его не остановить Пол видел конец времени Видел своими глазами Как вы не понимаете Мы готовились, потому что другого пути не было Ты ведь пользовалась работами Уильяма Джойса Ты уважала его Он знал, что грядет разлом Но он знал и то, что его можно закрыть Мы знаем, как остановить разлом Вот Противовес Мы отправимся в прошлое Чтобы найти его С твоей помощью мы управимся быстрее Впрочем Уговаривать я не буду Мне надо будет запустить диагностику машины А пока не могу ничего обещать Эми Отведи Эмерал к машине Не спускай с нее глаз Без проблем Так, доктор Пошли И я тебя насквозь вижу Так что без глупостей А то пожалеешь Джек Прежде чем мы пойдем вниз Нужно поговорить Это он выступал с речью на приеме Мартин Хэтч В монархе говорят, что он предал компанию И взорвал их лабораторию Возможный союзник? Черта с два Ладно В чем дело? Наш план Если Эмерал запустит машину Мы вернемся на день назад И все исправим Слушай Видео, которое Уилл оставил для меня Сказано, что противовес у него украли Четвертого июля 2010 года А еще, что его взяла я Может так и было, Джек У нас есть машина времени То есть Мы летим в 2010 И это мы его крадем? Если Уилл прав В настоящем ничего не изменится Мы возьмем противовес Вернем его в настоящее Закроем разлом И спасем мир Так Объясни, чем это лучше того Чтобы просто вернуться во вчерашний день И предотвратить все произошедшее Потому что я знаю о путешествиях во времени И боюсь, мы ничего не изменим Прошлое уже случилось Оно неизменно Но так Нам и не придется его менять Да Не знаю Мой план все равно проще Ладно, давай сперва починим машину Привет, Риверпорт О, тяжелая была ночка Полиция расследует обстоятельства Столкновения корабля с мостом Порт-Донелли Приведшего к гибели многих горожан Следствие насчитывает 10 жертв Но вероятно, эта цифра увеличится Ведь многие находились в машинах Оказавшихся на дне реки Причина происшествия выясняется Ситуация усугубляется расхождением показаний команды корабля И наблюдателей с суши Капитан судна настаивает, что мост был разведен И путь свободен В то время как свидетели с берега утверждают Что корабль на высокой скорости шел к мосту Хотя тот и не был разведен Некоторые и вовсе не успели заметить Откуда взялся корабль Расследование все еще продолжается Будем держать вас в курсе Разумеется, трагедия скажется на жизни всего города Ожидается, что после разрушения моста Порт-Донелли На других путях через реку образуются пробки Нам также сообщают об авариях в разных частях города Так что, если вы на машине, запаситесь терпением Будьте осторожны Надеюсь, скоро ситуация нормализуется Доктор Эмерал говорит, что Пол видел конец времени Думаешь, это правда? Нет Иначе нам незачем даже пытаться предотвратить его Почему? Потому что он уже случился Посмотрим, как там у доктора Эмерал дела Да Я ей не доверяю Она так посмотрела на противовес Как будто она уже его видела И знает, зачем он нужен Джек, иди сюда, что покажу Эй А кто за Эмерал смотрит? Хорошо Но сначала взгляни, что я нашла Ладно Что это такое? Все файлы, что я украла с КПП Монарха Загружены на этот компьютер А еще я нашла видео с твоим братом Оно на телеке Рекомендую взглянуть Всю остальную информацию я распечатала и разложила на столах В городе все еще меня ищут? Еще как Они даже сайт подняли Туда пишут все, кто якобы видел Джека Джойса Я решила повеселиться и начала гнать им Дезу Хочешь поучаствовать? Скажи, что видела меня в автозакузочной, где-нибудь Это все, на что ты способен? Ладно, напишу А что на компьютере? Монарховские файлы Самое смачное я вывела на экран Господи, Уилл Какого года, Уильям Джойс? 1999 год Первый эксперимент Напряженной работа Я пройду по коридору По часовой Так Ядро активно Уровни хрононов стабильны Я пройду по коридору по часовой стрелке И выйду в том же месте в ближайшем будущем О! Эти часы сверены по моим наручным Когда я выйду из машины Время на моих часах и комнатных должно существенно различаться Коридор установлен Ладно, выставляю время на пять минут в будущее Для первого испытания Согласен Что путешествие в прошлое было бы сейчас куда нагляднее Но нельзя переместиться Раньше первого запуска ядра машины А это сейчас Ладно Машина готова Показатели в норме То, что я собираюсь сделать Изменит саму суть Я не помню Это был пол? Вот как он попал в прошлое Как такое возможно? Это же не та машина Он вошел в ту, что была в универе На этот вопрос у меня пока нет ответа Эй, Эми А это что такое? Я записывала переговоры монарха с радио Бет Здесь я собрала все самое интересное Кому-нибудь из них можно верить? Фиони Она мой единственный союзник А что насчет Берка? Его везли в одной машине вместе со мной В Берке я пока не уверена Ковчег Да Согласно переговорам монарха Пол Сайрин только что запустил его Намного раньше, чем предполагалось Что это значит? Что времени у нас меньше, чем я думала? Первый манифест монарха, написанный с Айрином Нас заставляли учить его наизусть Он верит, что его дело правое Он считает, что разлом не остановить Но он ошибается Ну что? Проблема не очень-то и серьезная Реле питания отключено Нужно перезапустить его Вон там Куда фонарь светит Сейчас я опущу лестницу Что случилось с реле питания? В семь утра случился скачок напряжения Когда была включена машина В семь утра? Мы прибыли сюда намного позже Ну, числа не лгут Ладно, я полез Ага Лучше уж ты, чем я Хорошо Хорошо Так, тут на консоли три лампочки Две красные, одна зеленая Перед тем, как включить реле Тебе придется восстановить Подачу энергии К двум панелям с красными лампочками Они должны быть где-то над машиной Иди по проводам к красным лампочкам Над машиной? Ну конечно, Уилл, где же еще? Все-таки это будет Так вот Ну и, подожди Уилл Так вот Глазам своим не берё. Что это? Это мои вещи из нашего дома. Он всё сохранил. Наверное, думал, что ты вернёшься. Пора бунтарского искусства. С руководством по бунтарству для чайников? Я и сама хотела попробовать. Но руки не дошли. Да это же... Ага. Личный психотерапевт Уилла. Хочешь попробовать? Думаю, жираф уже достаточно в этой жизни наслушался. Джек. Ты в порядке? Да. Что случилось? Это моя подпись. Это ты рисовала? Но я никогда не была здесь раньше. Это же ты нарисована, да? А... Джек. Послушай кое-что. В девяносто девятом, когда мне было восемь, ко мне на заднем дворе подошла женщина и сказала, что она из будущего. Она во всех подробностях рассказала мне о том, что случится. Она дала мне это. Тут даты, события, доказательства. Джек, та женщина. Это была ты. Все, что я себе тогда сказала, сбылось. Каждая мелочь, хорошая или плохая, произошла. Будущее не изменишь. Наша судьба предрешена, Джек. Все, что привело нас сюда. Каждая принесенная нами жертва. Все это было необходимо. Все предрешено ничего не изменить. Бет! Когда мы войдем в машину времени, ты сам все увидишь. Ладно. Раз уж ты так в этом уверен, давай попробуем по-твоему. В блокноте были записаны даты, события, которые еще только случатся, инструкции. Вся ее жизнь была подчинена этим страницам. Вся ее жизнь была подчинена этим страницам. Так это она. Это ее рисунки по всему городу. Боже. Тут можно залезть. А более доступного места для панели управления твой брат не нашел? Когда Уилл строил эту штуку, он такими глупыми вопросами не задавался. Эй! Отсюда я вроде смогу добраться до кнопки. Ну, конечно. Черт. Когда же я к этому привыкну? Наверное, никогда. Не можешь добраться до красной лампы? Проще сказать, чем сделать. Не торопись. Подумаешь, судьба мира на кону. Не наступай на что-либо. Ты уже там? Ну и отлично. Так, первая красная лампочка стала зеленой. Хорошо. 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 Так. Так, все лампочки зеленые. Уровни хранулов стабильны. Вся гностика прошла успешно. У нас может получиться. Готово. Она работает. Так. Ладно, поехали. Я введу дату на консоли. 4 июля 2010-го. Готово? Нет. А ты? Нет. Отлично. Поехали. Еще есть время все обдумать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.